Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Присоединяется Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Субтитры создавал DimaTorzok Последняя гастроль. Игры бессмертных. 20-летие. Что, где, когда. Ноябрь, декабрь 95-го года. Игры бессмертных. Последние ставки, господа. Принимаем последние ставки. На красное поле полмиллиона. На черное два с половиной миллиона. На красное. Один миллион. Два миллиона на черное. Полтора миллиона на черное. Вы простите, на красное. И такая же ставка на черное. Два миллиона на красное. Один на черное. Два с половиной миллиона на красное поле. Полмиллиона на черное. Следующая ставка. Три миллиона. На красное. Ну, а сейчас прошу зеро. Все. Благодарю вас. Ставки сделаны. Начинаем игру. Да, и все-таки я сразу не могу начать. Ибо в нашем зале впервые наш генеральный спонсор. Вице-президент Российской финансовой промышленной группы госпожа Румянцева. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвольте мне сказать несколько слов. Да, но только после моей реплики. Я так вижу, что запотел объектив. Ну, наверное... Да, ну, действительно, 25 градусов, по-моему, на улице. Я прошу вас. Мне хотелось бы от имени Российской финансовой промышленной группы поздравить всех тех, кто на протяжении 20 лет творил эту яркую, увлекательную программу. Поздравить знатоков. А также самых заинтересованных участников и болельщиков, телезрителей. И пожелать всем в наступающем 1996 году новых творческих успехов, удачи, счастья и многолетия. Спасибо. Спасибо. Мы тоже благодарим вас за финансовую поддержку наших интеллектуальных усилий. Я так чувствую, что вы что-то еще хотите сказать? Да. Ну, только коротко, я вас очень прошу. Хорошо. Ваша программа, друзья, на наш взгляд, одна из немногих, которые действительно направлены на реальное развитие интеллекта нашей страны. Мне хотелось бы от всей души поблагодарить вас за ваш многолетний труд для миллионов россиян. Спасибо. Еще одно слово можно? Ну, коротко, коротко. Спасибо. Отдавая дань вашему вкладу, руководство Российской финансово-промышленной группы решило внести свой вклад в программу «Что, где, когда». Мне поручено огласить выписку из постановления Совета директоров Российской финансово-промышленной группы. Очень кратко, очень кратко. Учитывая уникальность вклада в развитие эрудиции и интеллектуального потенциала страны, а также в связи с 20-летним юбилеем программы «Что, где, когда», Совет директоров Российской финансово-промышленной группы постановил в 1996 году за счет собственных денежных средств Российской финансово-промышленной группы произвести реставрацию здания, в котором проходят игры разнотоков и прилегающие к нему тишине. Спасибо. Спасибо. Особенно приятно такую большую радость, когда она приносится красивой женщиной. Да, но еще одно. Мне приятно также объявить, что в зале присутствует еще один человек. Харьковский студент Вадим Высочин. Тот самый студент, который у господина Друзья, он есть сейчас, господин Друзь, одобрал 25 миллионов рублей. Господин Высочин. 25 миллионов IQ. Интеллект. И еще одно. А вот Друзь, который отдал ему 25 миллионов. И еще. Я хочу поздравить москвичку Галину Лиманову, отобравшую теперь уже у Михаила Смирнова 25 миллионов. Не правда ли? Галина Лиманова. Интеллект. А вот Смирнов, который отдал ей эту большую сумму. Ну а теперь с легким сердцем я начинаю игру. Начинаем игру. Добрый вечер в интеллектуальном казино. Единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня большая игра. Финал игр бессмертных. Встречаются две лучшие команды элитарного клуба. Лучшая команда знатоков. И сборная команда телезрителей. Вот они, наши герои. Я хочу отметить, что победившая сегодня команда получит все. И хрустальные совы, и кругосветное путешествие, и главное звание лучшей команды за все 20 лет существования «Что, где, когда». Представляем сборную телезрителей. Наталья Яковчук, село Нагирка, Украина. Юрий Володин. С дочкой. Покажите дочку. Вот она, дочка. Мосфа. Ирина Шибанова, Самара. Людмила Канакина, Санкт-Петербург. Марк Григорян, город Ереван. Тот самый Григорян, который вы, по-моему, да, член Президиума Ассоциации Клубов в Ереване. Он сам. Евгений Ефремов, Феодосия, Крым. Вадим Высочин, как снова, снова, а, еще 25 захотел. Город Харьков. Степан Гладун, город Горохов, Украина. Украинская команда. Илья Лихачев, город Воронеж, наконец-то. Саша Анциферов, Санкт-Петербург. Игорь Черменев, Черкасса, опять Украина. Примкнувший к этой команде Михаил Борщевский. Михаил Борщевский, ну не стыдно, вы же защищались до такого, ну что поделаешь. Бывает. Так и бывает. И, наконец, капитан сборной телезрителей Ольга Овечкина, Волгоград. Сегодня 30 декабря, 1995 год. Московское время 21, два, простите, 22 часа уже, одна минута. Я в последний раз вызываю за игровой стол лучшую команду клуба, команду Михаила Смирнова. Максим Поташов, Борис Левин, Леонид Тимофеев. Евгений Емельянов, Сергей Овчинников и капитан команды Михаил Смирнов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне положено спрашивать ставки, хотя я чувствую, что их нет. Пока не будет. Вот давайте посмотрим в глаза этой замечательной команде. Команда Смирнова. Команда Смирнова. И попробуем угадать. Им тяжело. Они в третий раз играют. В третий раз играют в течение короткого промежутка времени. А теперь посмотрим на стрелку. Два миллиона черная. Играет Людмила Канахина, город Санкт-Петербург. Прошу вас. Господа Канахина, личный вопрос. Вы когда-нибудь держали дома попугаев? Нет. Нет? Вы, по-моему, все знаете об этой птице. Читала. Читала кое-что. Ну ладно, тогда внимание. Попугаи! Господа, подобные татуировки впервые появились. Покажите, пожалуйста. Вот подобные татуировки. Простите, я ничего не вижу. Раз татуировка. Два татуировка. Подобные татуировки впервые появились в древнем Карфагене в качестве профессионального знака. Причем у людей этой профессии могли быть либо такие, либо такие профессиональные знаки. Назовите профессию этих людей. Время. Можно красное, зеленое, желтые. Так, ребят, переводчик. Один сидит, один летит. Переводчик. Один сидит на палочке, а другой… Сидит, реально. Карфаген, ничего там может быть с перламутром, там с красками. Художники не могут быть. Да, переводчик ездящий, не сидящий на месте. Художники, проститутки не могут быть. Почему один такой, другой такой. Один сидит в пирме, а другой нет. Один ездит, другой нет. Один на жердочке сидит. Моряки просто, которые привозили. А один сидит дома, а другой где-то. Может, они как-то встречают кого-то. Один радушно встречает, а другая и левая. Сегретари какие-то. Один акрарион, а другой сидит. А чем Карфаген? Рабы там были вообще? Были, были, молодежь, не государственные. Что было в Карфагене вообще? Крепче там было. Гид какой-то, да? Нет, переводчевый, Макс. Не я, Миша. А что есть еще? Сидение на месте, полет кочевника, полет кочевника. А, подожди, скафортовый служащий и моряк. А, нет. Вот одна профессия. Ответ Знадаков. Моряк, моряк и порту моряк. Ответ Знадаков, господин Смирнов. Отвечает Борис Левин. Вы так решили? Да, я так решила. Итак, что это за профессиональные знаки? Что за профессия у этих людей, господин Левин? Профессия у этих людей связана с морем. А точнее? А точнее, значит, они, скажем так, встречали корабли, которые приплывали в Карфаген. Ответ принят. Теперь, внимание, правильный ответ. В древнем Карфагене... Покажите, пожалуйста, господина капитана. Да, мне кажется, что пора вас уже сменять. Ибо вы не можете настаивать на своем мнении. В древнем Карфагене говорили более чем на 60 языках. Профессиональный знак переводчиков с одного языка был попугай со сложенными крыльями, а полиглотов с развернутыми крыльями. Итак, итак, два миллиона. Получите, пожалуйста, Людмилу Карфагенову. Один-два. Один-два. Выигрывает команда телезрителей. У Ледмилы Карфагенов. У Ледмилы Карфагенов. А счет один-ноль. И если победят телезрителей, то они все поедут в кругосветное путешествие от фирмы Америком и Томаса Кука. Второй раунд. Господин Левин, переводчик. 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 Я не переводчик. Вы не переводчик? Ну, посмотрите, у меня нет. Нету, 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 да. Нету. А господин капитан Смирнов. И сейчас мы посмотрим на волчок. Да, господин ведущий врач. 0,5. 0,5. Полумиллиона красный. Против бессмертных играет Юрий Володин. Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Володин, прошу вас. У нас тесно, но без обид. Да. А вот ваша дочка. Кстати, как ее зовут? Ульяна. Ульяна. Она тоже смотрит программу? Обязательно. А стихи она читает? Сколько угодно. А вот пусть она скажет, какой у нее лично самый любимый поэт? У меня самый любимый поэт Пушкин. Вот так. А теперь, внимание, на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прослушайте мой вопрос. Тоской и трепетом полна. Татьяна часто у окна сидит в раздумье одиноком. И смотрит вдаль прилежным оком. И целый день вздыхая ждет. И кто-то шепчет, он придет. Извините меня, господа. Я допустил одну ошибку. Через одну минуту найдите ее, пожалуйста. Итак, ищем ошибку. Время. Ребят, одиноком. Ей кто-то шепчет. Ай. Он просто пропустил чего-то. И в раздумье глубоком, а он сказал... Одиноком. Я не кто-то все пропустил. Нет, нет, нет. Ребят, одиноком. Слово я заменил. Может, не кто-то шепчет. Может, не Татьяна, а имя другое. Просто с самого начала. Она же шепчет. Ребят, никто-то ей не может шептать. Она одна была. Ей голос шепчет. Это Евгений? А, ей кто-то ей голос шепчет. Да, ей кто-то, а никто-то огромный. А почему вам не нравится, если кто-то шепчет? Это нормально? Кто шепчет? Она одинокий. Какие вообще стихи еще разные? В принципе, я. Татьяна часто в окнах сидит и думает, в каком-то раздумье одиноком смотрит и ждет. Да вообще, я не видел. Вы видишь, это Пушкин. Ну, собственно, это не утверждал. Да. Не утверждал. А что за Татьяна? Откуда? Может, имя поменял? Не, ну, есть Селегия Жуковская. Тише, тише, тише. Ребят, это... А, стихи не Пушкина, он пришел на Пушкин. Ну, не утверждал, что это не утверждал. А он пришел на Пушкинскую площадь и в шуток. Да нет, он в шаг допустил ошибку. Все, где кто-то шепчет, и голос шепчет, Сережа. Нет, ну, это ерунда. Заменил слово. А, что он один областомлетник. Итак, найдите ошибку. Прошу вас. Отключает Борис Левин. Борис Левин. Ну, я возьму на себя смелость утверждать, что неправильно употреблено слово «кто-то». То есть, вместо «кто-то» что-то другое. Что-то, да. Да, что-то. А теперь, внимание, правильный ответ. И теперь я хочу посмотреть сразу на двух знатоков. На Леонида Тимофеева, который сказал правильную мысль, и на Паташова, который поддержал эту мысль, но недостаточно жестко. Это была не Татьяна из Евгения Онегина, А Тамара, Тамара из поэмы Лермонтова «Демон». Да, стыдно. Да, телезрители сегодня накостыляют вам. Итак, выигрывает Юрий Воротец. Полбиллиона рублей. Красивый вопрос. Прошу дать деньги. Два ноль, два ноль. Юрий Вогодин, Москва. А дочь-то рада? Да. Следующий раунд. Счет два ноль. Вопросы нормальные, их можно было взять. Ибо, ибо версии у вас были. Ставок нет. И мыслей маловато. Итак, два с половиной черные. Вы как и в прошлый раз. По-моему, в прошлый раз вы дошли до три ноль. Итак, против лучшей команды играет, внимание, капитан сборной команды телезрителей Ольга Овечкина, Волгоград. Госпожа Овечкина, насколько я помню, вы были уже у нас в финале прошлого года, да? И ваш вопрос не выпал тогда? Нет. Вы такая упорная, снова пришли сюда? Конечно. А вы не можете сказать, вот чем объяснить такой упорство, такой ваш поступок? Чем вы объясните его? Ну, вы знаете что, завтра у нас с мужем юбилей. Мы прожили 24 года. И вы хотите ему купить что-нибудь? Я ему хочу сделать подарок. Понятно. Внимание. Вопрос. Макс. Давным-давно персидский шах захотел узнать, Что объясняет поступки и поведение человека в этой жизни? Сначала мудрецы шака составили целый том. Потом одну страницу. И, наконец, нашли одно единственное слово. Назовите это главное слово. Слово, объясняющее поступки и поведение человека на протяжении всей его жизни. Таков вопрос. Минута. Ну что, голод. Любовь. Любовь. Любопытство. Игра не может быть? Любовь. Любовь к истине, добро и красоте. Может, голод? Гармония. Антигармония. Любовь. Интерес. Любопытство. Любопытство. Жизнь. А жизнь? Нет. 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 Любовь к истине, да, ну, шакузна. Персидская поэзия, как раз хорошо, это любовная поэзия. Да ну, ну что, любовь все объясняет. Тут не должно быть все так возвышенно, тут все вот ближе. Прагматично, да. Более прагматично, мне кажется. Рождение. Ну, кажется, голод. Рождение под звездой, звезда дальше все объясняет. Основная движущая сила, вот. Хоть поморося. Даже не роды, вот что одним словом. А это чья, собственно. Голод ближе, а почему любовь правильно нравится? Макс, это про голод, но все-таки это любовь, потому что пирсы, они все более красиво подают. Не знаю, что, любовь, любовь со мамой описывалась, а потом перестала страницей и... Не, не любовь описывалась, а в жизни описывалась причиной. Давай вообще, всегда, все чувства. Вообще, любовь на самом деле, космос, космос, божество, божество. Да, да и ладно, с мужем. Оценка, самооценка, нет. Ребята, два основных. Ответ, Задаков. Тише. Макс, давай. Максим. Решили мы, что это... Торопитесь. Или нет? Нет. Решили мы, что это... Я не тороплюсь, обратите внимание. Что это любовь. А теперь, внимание, правильный ответ. Слово, объясняющее все поступки и все поведение человека, это слово, скажите его. Скажите его. Скажите его. Выживание. Выживание. Выживание личности, семьи, фирмы, нации, государства, человечества, всего живого. Выживание. Выживание. Это нечто было прагматичное. Вы же сами сказали, господин Паташов. Прагматичнее надо быть на игре «Что, где, когда». Поздравляю мужа с подарком. Счет три нот. Я бы на вашем месте, Ольга, потанцевал немножко от радости. Ну что же, в прошлый раз вы тоже проигрывали 3-0. Я думаю, что сейчас начнется настоящая игра. Так, господин Смирнов, начнется или нет? Попробуем. Попробуем. Четвертый раунд. Ну что ж, сейчас переломный момент. Прагматичнее надо быть, Паташов. Прагматичнее. Любовь не объясняет все поступки. А выживание объясняет. Объясняет. Кстати, слово «выживание» — это ой. А то я разболтался. Зеро. Зеро. Интелектуальное казино против знатоков. Сапоги не видно, а не под столом. Последняя гастроль, так что вы меня простите, я хочу сказать, что этот костюм не имеет отношения к вопросу, чтобы не было больше никаких претензий. На что играем, у вас ноль. Как вы настроены вынуть несколько рублей из кармана? Да нет, наверное. Почему, собственно? Нет. А не можно, почему? Нет, нет. Хорошо, давайте говорим. На очко, насколько я понимаю. Только на очко? Да уже надоело на американка играть. Ну, последний раз, на деньги сыграем разок. Три. Я думаю, торг здесь не уместится. Хорошо. Итак, на кону шесть миллионов рублей, и мы начинаем раунд зеро. Господа, примерно 300 лет тому назад во Франции тоже была очень популярна игра. Мы знаем, что... Мы знаем мало об этой игре, а знаем только, что игроки сидели на лошадях, в седле. А помощники игроков сидели за ними, за спиной. Макс, тихо. Бери палец. Это нервы оказывает. Надо срочно придумывать другой вопрос. Поздно. Поздно. За ними помощники, так? За ними помощники. Я записываю. Правила игры до нас не дошли. Не дошли. Дошло только одно слово, которое часто употребляется в этом клубе. Я надеюсь, что сейчас досрочно Паташов скажет это слово. Вы не против? Молчите. Скажу, скажу. Хорошо, не против. Говорит Паташов. Итак, поскольку эти помощники сидели на крупе лошади... Громче. Поскольку эти помощники сидели на крупе лошади, они назывались крупье. Мне стыдно, даже за этой генеральской сезон. Сейчас становится 3-1. Размочили. Размочили. Так и в прошлую игру счет стал 3-1. 3-1. Но выигрывают телезрители. 6 миллионов рублей в банке злодаков. И они имеют еще одну минуту дополнительную на размышления. Господин Паташов молчал и молчал и сказал совсем не то, что нам. 3-1. 3-1. 3-1. И мы начинаем пятый раунд. Ставки будут? Да, будут ставки. Прошу. Миллион красные. Миллион на красные взяли. Полтора красные. И полтора на красные взяли. Уважаемая публика, тут такой расчет. Вот видите, забитый сектора соловами. То есть они уже сыграли. Поэтому больше шансов, когда ставишь по часовой стрелке за совой. Посмотрим. Вот так. Сыграл миллион красные. Против лучших из лучших играет Евгений. Простите, пожалуйста. Ставка же сыграла. Ставка сыграла. И если госпожа вице-президент разрешит нам, то мы повышаем эту ставку в 10 раз. Таким образом он... Вы не против? Пожалуйста. Потому что финансирует нас российская финансово-промышленная группа. Итак, у нас на кону 10 миллионов. Против лучших из лучших играет Евгений Ефремов. Город Феодосия. Он уже здесь. Господин Евгений Ефремов. Да. Скажите, пожалуйста, вот лично ваше мнение. Кто у нас лучший из лучших знаток? Друзь. Друзь. Да. А теперь, внимание, вопрос. Это аплодисменты друзьям, конечно. Внимание. Лучшие из лучших царские гвардейцы в Персии насчитывали всего 10 тысяч человек. Как они назывались? Досрочный ответ или время? Мы обсуждаем. Время. 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 Бессмертно они назывались. Отвечаю. Ну, бессмертно они назывались. Но дополнительную минуту вы уже не получите. Почему? Потому что был сигнал. Нет, мне чего надо рассуждать. Пожалуйста. Отвечаю, Максим Поташок. Прошу вас. Не надо это. Прошу. Назывались они бессмертные. Вы правы. Вы заработали второе очко, к сожалению, для Евгения Ефремова. Царские гвардейцы в Персии назывались бессмертными. Ладно, проехали. Проехали. Первый проигрыш команды телезрителей еще становится 3-2. 3-2. Ничего, ничего. Вы не очень расстроены. Нет. 3-2. 3-2. И мы начинаем шестой раунд. Короткий волчок. Мы делаем ставку полтора миллиона красных. Полтора миллиона на красное поле взяли. Полтора миллиона на красное поле. И может быть сейчас опять ставка увеличится в 10 раз. Так оно и есть. Сыграло полтора миллиона красные. Таким образом, вместо полутора миллионов на кону у нас 15 миллионов рублей. Играет электрик Игорь Черменев, город Черкассы, Украина. Прошу вас. Игорь, быстрее, быстрее, быстрее. Господин Черменев. У меня такой гастрономический вопрос. Вы сами-то любите яичницу? В пределах разумного. Да? А сколько там этих глазков-то? Из каких яиц? Два, три. Два, три, четыре. Ага. И так далее. Да. А умеете сами ее делать? Вы вообще женаты? Да. А кто делает яичницу? По очереди. По очереди. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вчера я купил яйца. И сейчас буду жарить яичницу. Я люблю жарить яичницу, и при этом напевать что-нибудь. Говорят, один английский музыкант тоже любил яичницу. И однажды признался ей любви. Яичница. Как же я люблю яичницу. Внимание, вопрос. Через одну минуту напойте песню, которая возникла благодаря этому признанию в любви. Досрочный ответ. Да, досрочный ответ отвечает Максим Паташов. Максим Паташов. Да, но петь-то я не умею. Обомонитесь. Что эта песня Yesterday. Yesterday. Автор ее Пол Маккарта. Внимание, правильный ответ. Яичница. Как же я люблю яичницу. Да. Три-три. Три-три. Маккарта. Ну что, господа. Итак, пройдет еще минут 30. И нам надо будет вручать наш главный приз лучшему из лучших. Да, я хочу признаться, просто свое личное мнение сказать. Для меня существует только три кандидатуры. Их было много, конечно, вы все достойны. Но уж приз. Но уж приз очень хорош. Потому что он сделан, как Андрей Первозванный. Вот был такой орден. Эмаль, золото, бриллианты. Да и звание магистра мы вручаем первый раз. И может быть последний. Кандидатуры такие. Александр Бялко. Это человек-легенда. Он впервые как бы внедрил звание знатока в публику, в наше население, что ли. Александр Друзь. Человек, который соединил прошлое и настоящее клуба. Человек, пожалуй, самый популярный на протяжении более чем 10 лет. На протяжении 15 лет. Спасибо, что вы меня поправили. Это повлияет на выбор кандидатуры. И, наконец, новое поколение. Новая формация. Другой стиль игры. Будущая звезда. Ну, вы сами знаете, кто. Максим, пожалуйста. Ваше мнение. Кому бы вы отдали? Знаете, для меня, как и для вас, тоже существуют три кандидатуры. Но внук всегда выглядит симпатичнее отца, а отец симпатичнее деда. Но человек справедливый должен отдавать должное старшему поколению, мне кажется. То есть вы за стариков? Да. Тогда спасибо от стариков. Ваше мнение. Ладыбов, брат, Нурали. Ну, я за брата. Ваше мнение. Если выбирать между братом и Максимом Поташовым, я бы выбрал брата, но сейчас, в принципе, он не... Нурали не в кандидатурах, поэтому Максим Поташов. Максим Поташов. Ваше мнение. Друсь, Бялко, Поташов. Ну, у меня две кандидатуры. Это Нурали и Друсь. Ну, Рали это была яркая звезда, которая действительно промелькнула по небосводу. Это действительно была сверхновая звезда. Это была, это легенда. Но все-таки я хочу отметить... А Друсь это звезда первой величины, которая светит уже 15 лет. И поэтому я бы отдал предпочтение Друсью. У меня бы тоже была кандидатура на Нурали, но я хочу признать тот факт и опубликовать его, что все-таки он не решился сесть за игровой стол. В отличие от Бялко. Ваше мнение. Вы, пожалуй, самый старый игрок у нас. Да, наверное. По возрасту. Мне очень было приятно играть в то время, когда там был Александр Бялко, и он, конечно, блистал. Мне очень нравится команда Поташова. Но мои симпатии все-таки, наверное, как вы сказали в прошлый раз, сочувствуют тем, кому трудно. Мои симпатии на стороне команды Блинова и его друзей. Тем более, там теперь целых два, друзья. Двум мы не можем вручить. У нас всего один орден. Так что выбирайте одного. Тогда, Саша. Александр Дусь. Ну, хорошо, у вас я спрошу позднее. Итак, короткий опрос, и мы продолжаем игру. Счет 3-3. Игра идет до шести очков. Последняя финальная игра что, где, когда. Следующий раунд. Мы делаем ставку. Пожалуйста. Полтора миллиона черное. Полтора миллиона на черное поле. И опять сыграло. Никто еще так не ставил, как вы. Итак, вместо полтора миллионов вы разорите. Разорите российскую финансово-промышленную группу. Я не знаю, как эта женщина терпит такие ставки. 15 миллионов на кону. Играет студент, о господи, из Харькова Вадим Высочин. Тот, который заработал уже 25 миллионов в прошлый раз. Вадим Высочин. Мы надеемся, что вы сейчас сделаете 4-3 в пользу телезрителей. Внимание. Японская тафуку. Внимание. Что по этим схемам с детства изучал японский самурай. И я хочу посмотреть на палец Паташова. Харагири делась. Это направление Харагири. Давайте обсудим. Давайте обсудим. А что за... Ты не умрешь от этих движений? Самурай? Точно. Географическая карта не может? Нет, ребята. Точная на самурая была. Направление Ладо. Самурай не поет. Обязательно Харагири. Да, вот это не поет. Самурай. Самое важное дело. Самурай, умереть честь. Варианты такие. Ну, Харагири. Все, стоп. Ладно, есть Харагири. Еще давайте. Подожди, география, движение, направление движения. Нет, нет, направление движения в действиях каких-то. Нет, ребята, это просто способы разрезания. Движение войск. Все, уже нет Харагири. Еще кое-нибудь. В бою никак не может быть. В бою чуть. Просто, да, какие-то движения, движение движения. Ну, это неинтересно. А, подожди, фельтование. Ну, не фельтование. Кэнда обычная, да? А ну-ка, давай пройдемся просто по ним. Нет, смотрите. Так что называется? Сипуку, да? Подожди, сюда, потом надо вытащить еще. Здесь везде стрелочка направления. А два Христа, это два втыка не получается. Ну, понятно. Отвечает Максим Паташов. Опять Максим Паташов. Давайте посмотрим сначала на этот свиток. Вот такие знаки. А теперь спросим у Паташова, что они означают. Ну, мы полагаем, что по этой схеме самурай с детства учился тому, как ему правильно расставаться с жизнью. То есть, описана методика движения мяча при осуществлении Хараки. А теперь, с позволения Вадима Высочина, правильный ответ. Каждая стрелка, не правда ли, на этих схемах это движение японского кинжала Косунгобу. Перед вами 10 способов характери. Самоубийство самурай. Счет 4-3. 4-3. У меня такое ощущение, что у команды телезрителей есть единственный шанс выиграть. Если бы попросили бы Паташова показать, что он означает, что стрелка. Следующий раунд. Я должен спрашивать ставки. Ставка 2 миллиона. 2 миллиона. Разоряд, разоряд казино. На красное? И что, сыграло? Не понял? Макс, сыграло. Я прошу заменить волчоке, чтобы я видел это. А 2 миллиона придется разыгрывать. Итак, 2 миллиона. Но, между прочим, это супер-блиц. Простите, 20 миллионов. 20 миллионов. 10 раз увеличилась ставка. 20 миллионов. И против господина Паташова. Наверное, да? Вот он сидит. Играет сразу трое. Степан Гладун, город Горохов, Волынская область. Будьте добры. Илья Лихачев, студент колледжа, город Воронеж. И Саша Анциферов. Вот он. Ученик 6 класса. Санкт-Петербург. Господин Гладун. Да, слушаю вас. Как вы думаете, похож ли наш Максим Паташов на древнего римлянина? Вот посмотрите, какой красивый. Да, пожелаю. Похож. Внимание. Вопрос первый. Господин древний римлянин Паташов. Как вы называли войско, существовавшее только во время войны? Время. Тишина. Как вы, древний римлянин, называли войско, существовавшее только во время войны? Тяжелый случай. Ну, предположим, милиция. Ну, вы выигрываете первый вопрос. Молодец. А теперь продолжаем супер-блиц. Саша Анциферов. Как ты думаешь, похож ли наш Максим Паташов на адыгейца? А, Саша? Может быть. Может быть. Тогда внимание. Вопрос второй. Саша Анциферова. Господин адыгеец. Что вы имеете в виду, когда говорите про женщину, у нее мышонок упал в кадушку? Время. Не подсказывай, Саша. Так вот, что имеет в виду адыгеец, когда говорит женщине, что у вас мышонок упал в кадушку? Ну, исходя из того, что это детский вопрос, предположим, что имеется в виду, что женщина беременна. Какая-то странная логика у вас, да? Да, воспитанные адыгейцы имели в этом случае в виду, что женщина беременна. Проиграл, да. И последний решающий вопрос Суперблица. Господин Лихачев, как вы думаете, может быть, наш этот самый Максим Паташов, который все время отвечает, отвечает. По-моему, он похож на китайца. На китайца он не похож. Не похож. Хорошо. Тогда мы спрашиваем вопрос третий, господин Лихачева. А вот как китайцы переводят на русский язык три китайских слова? Цзао фань, ву фань и вань фань. Имея в виду, что фань означает вареный рис. Цзао фань, ву фань и вань фань. А фань означает вареный рис. А что значит эти три китайских слова? Время. Тишина. Максим? Мы предположим, что имеется в виду первое, второе и третье. Первое, второе и третье. А сейчас, с позволения... Завтрак, обед и ужин. Не понял. Все-таки завтрак, обед и ужин. Вот так. Я хочу спросить у Лихачева. Мы можем принять... Что мы должны принять в качестве ответа? Значит, сначала было первое, второе, третье. Тишина в студии. Все-таки 20 миллионов. Я бы посоветовался с господином Борщевским. Господин Борщевский сейчас ваш коллега. Господин Борщевский, у вас раздвоение личности сейчас будет? Нет, раздвоение личности у меня, надеюсь, что нет, но... Решение ваше какое? По-моему, все-таки было вначале сказано первое, второе, третье. Это не то же самое, что... А у Китаяского одного блюда обед состоит. Первое, второе и третье было сказано вначале. А теперь, внимание, правильный ответ. Как хорошо, когда юрист заинтересован в исходе боя. Зао Фань, Ву Фань и Вань Фань, конечно, означает по-китайски завтрак, обед и ужин. А не первое, второе, третье. Вы проиграли. Еще становится 4-4. 20 миллионов, 20 миллионов рублей. Ну-ка, передайте этому молодому человеку 20 миллионов. Осторожно, ходи по улицам, господин Лихачев. И счет 4-4. 4-4, игра до 6 очков. Девятый раунд. Так, ну что же, господин. Потошел, поторопился немного. Ставки что ли делали, нет? Я пропустил ставку или не было ставок? Все, все, все. Не было ставок. Полумиллиона черный. Ну все, остановилась стрелка, к сожалению. Полумиллиона черный. Борщевский. Борщевский всех спутал. Играет Михаил. О, господи. Опять Борщевский. Играет Михаил. Вот почему он так судил. Борщевский. Адвокат, город Москва. Господин Борщевский. Вот вы известный защитник прав человека, если под человеком подразумевают знатока. Особенно сейчас. Да, а сейчас вы переметнулись. Вот как это так получается у вас, а? Объясните. Ну что если объяснить? Максим мне друг, но истина дороже. Да. Не мой вопрос. Одну секундочку. Одну секунду. Прежде чем продвучит мой вопрос, у меня предложение к Смирнову. Вопрос, судя по сумме, легкий. Я предлагаю удвоить ставку. То есть? Я готов поставить полмиллиона на этот вопрос. Дополнительно, сверху. Полмиллиона вы поставите, да? И тогда он должен поставить полмиллиона, да? Вы готовы, господин Смирнов? Или второй вариант. Я ставлю полмиллиона, но вы играете без поташева. Вы отбираете у меня хлеб. Лучше еще полмиллиона, и мы без борщей. Вы отбираете у меня хлеб. А, господин Смирнов, вы готовы пойти на встречу? Да, естественно. Итак, что у нас на кону? На кону у нас полтора полмиллиона, да? Еще полмиллиона, чтобы не обращаться к Борщевскому после этого вопроса. Да. Полтора миллиона на кону, и мы играем. Внимание, вопрос. Как-то у Пикассо спросили, кем из художников прошлого вы восхищаетесь? Рубинсом, ответил Пикассо. Почему? Прежде всего потому, что из двух тысяч картин, которые он написал до наших дней, сохранилось. Продолжите ответ. Больше двух тысяч точно знаю. Да, да, да. Не торопись. Похоже, похоже. Правильно, потому что там подделки сплошные. Больше двух тысяч талантинов. А, правильно. А сами две тысячи не могут быть? А Пикассо это должно радовать, что подделки не радуют? Нет, он освещает. Он освещает. Подделывают в несколько лет. Может, это не он писал все? Вот это все не он писал. Там было слово «сохранилось», да? Да, больше. Робинс, чем здорово? Женщина очень полная. Нет, ну, сохранилась. Из двух тысяч картин сократили, наверное, пышные. Слушай, больше, по той простой причине, что подделывают только талантливые. Ну, Пикассо вообще, он, так сказать, не традиционный. Его, кстати, тоже подделывают. И он, кстати, в двух тысяч картин до наших дней сохранилось. Макс ответишь? Ну, конечно. Да подожди ты ответишь. Ну, подожди, я просто спросил. Давайте, давайте. Макс точно что знает, а мы работаем. Больше минуты не будем брать? Нет, подожди, зачем? Ну, он точно знает. Ну, какую цифру там еще можно назвать? Ноль, неправильно. Не надо говорить ничего. Правильно. Хорошо, Макс. Отвечает Максим Паташов. Отвечает Максим Паташов. Пикассо говорил, что восхищается Рубиным. А Александр Рубин в зале сейчас? Нету. Так, прошу вас. Рубинская оговорка. Значит, восхищается Рубинсом, в частности, потому, что из двух, из его двух тысяч картин сохранилось больше двух тысяч. Ну, я теперь прошу господина Борщевского оценить ответ и сказать правильный ответ. Ну, в оригинале вообще ответ звучит так. Потому что из двух тысяч картин, которые он написал, сохранилось четыре тысячи. А вот оценить, насколько ответ правильный, я в данном случае уж никак не могу. Естественно. Но это больше, чем две тысячи четыре. Безусловно. По смыслу он совершенно правильный. Господин Борщевский, вы проигрываете, и счет становится пять-четыре. Во-первых, вы, ой, не забывайте, потому что пять-четыре – это счет, который может стать и шесть-пять. А я с тем же самым вопросом, с тем же самым вопросом. И ваше мнение для меня гораздо дороже, чем мнение самих знатоков. Итак, кто, по-вашему, лучший игрок за все двадцать лет существования клуба? Александр Друзь. Тихо, тихо. Александр Друзь. Вы знаете, много было замечательных игроков, но я думаю, что больше «Друзья» для игры никто ничего не знает. Наверное, Друзь, он самым большим понимаем. Александр, вы подговорили всех. Друзь. 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 Я не спрашиваю. Вы проиграли. Да, Александр Друзь, пропустите, и мы продолжаем игру. Спасибо. Спасибо. Друзь. 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 Лучшая команда элитарного клуба. Десятый раунд. Мы делаем ставку. Миллион черное. Миллион черное. Туда же, да? Туда же. Взяли миллион. Ставка сыграла. И вместо миллиона на кону у нас сейчас 10 миллионов. А я попрошу камеру, здесь у нас страшные протесты. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Но если из дикторской раздадутся крики, то, пожалуйста, потом спасайте меня. Меня убивают. Потому что кричат лучший игрок Паташов. Впрочем, я с этим согласен. Браво. 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 Такие страсти. Итак. Один миллион. Простите. Десять миллионов. Играет студентка Ирина Шибанова. Город Самара. Внимание. Черный ящик. Внимание. Господа. В черном ящике сейчас находится то, во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского означает затыкать рот или надевать на мордник. А все это вместе в определенный момент позволяет дамам лишний раз проявить свое кокетство, а кавалерам свою лихость. Что в черном ящике? Время. То, во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского означает затыкать. Да. А все это позволяет дамам проявить кокетство, а мужчинам лихо. Вот кашне это спрячь нос. Ребят, вы меня убейте. Так, вуаль, вуаль, кашне. Боря, давай французский затыкать. Вставлено то, на что надето то. Ну затыкать фермы. На мордник. Ничего тут. Вставлено и одето. Вставлено и одето. Что женщине может кокетство помогать? Перчатки, вуаль. И вообще приликли с антистой. А, мужчина снимает у нее, да? Кокетство. Лихость, лихость. Может штук какую-нибудь. Мужчина на... Ставлено то. Платок что-то снимает. На скакку. Это где такая игра? Какая игра? Минута еще раз. Вставить. Итак. Кокетство и лихость. Там находится то, что вставляется... Женщины кокетство. Она закрывается чем-то. Мы берем вторую минуту. Давайте вопрос еще раз. Взяли вторую минуту. Пожалуйста. Там находится то, во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского значит затыкать рот или надевать на мордник, что позволяет дамам управлять кокетство. А мужчинам лихость. Правильно. Ну подожди, Серега. Все ясно, что их они едут. Ты же понимаешь. Браслет. Браслет. Лихость. Как может мужчина... Платок она теряет просто. Это кокетство. А мужчина подбегает и берет. Нет, то вставлено. Вставлено. Табакерка. Табакерка. Кольцо. Женщина платок храняет. А что надето? Понятно. А лихость? Где лихость? Затыкать рот, ну. Кому рот? Шляп. Затыкать рот. Не-не-не. На мордник. Кокетство. Стакан. Нет. Надо от этого идти. Все-таки от самого вставить и надеть. Давай переберем. Все, что у мужчины... У женщины есть. А мужчина может отнимать это и показать его. Слушай, здесь находится во что воткнуто. Вот здесь в пиджаках. Там вот камни в серьги вставляют. А, подожди. Бриллианты в этом. Вставлено. Надето. Надето. Надето на руку. Затыкать. Браслет. Что удалось заткнуть? Глаза? Рот? Перчатка. Ответственно таков. Берем еще одну минуту. Еще одну минуту? Господи поверю. Что может женщина заткнуть? Или фонтан кавалера, или себя. Ребята, ставлено. Рука в перчатку кавалера. Слушайте, на что может быть надет платок? Вот. На что, да. Ребята, лихость поцеловать перчатку. Да. Нет, не перчатка. Ну почему не перчатка? Что? Я вставлю на штуку. Лихость поцеловатюха, когда там серега. Ребята, лихость. Лихость. Вставлено, на что что-то надето. Затыкать. Перевод, затыкать. Ребята, у меня уберите. Это платок. Надето, это платок. На что вставлено? Вот вставлено что ли. На что можно платок надеть? На что можно ставить, да. На что? Лихость. Лихость. Какой? Платок нужен, потому что, Кокетская дама упустила платочек. Он поднял, лихость. Понятно, все. На что его можно надеть? Вставлено то. На что надеть платок? На голову, на руку. Ребят, все-таки не перчатка. Не наденешь платок. Ну смотри, одевается, вставлено, рука вставлено. Может перчатка? А нет, то, на что надето, то. Затыкать рот. Рука. То, во что вставлено. Все, я надеюсь, больше у вас минут нет. Я спрашиваю у Смирнова. Кто отвечает? Отвечает Евгений Емельянов. Евгений Емельянов. А я хочу посмотреть на талисман. У вас, по-моему, есть, да? Ирина, ваш талисман. Нет, он никакого отношения к вопросу не имеет. Просто сейчас для талисмана ответственный момент. Отвечает Евгений Емельянов. О чем идет речь? Что в черном ящике? Значит, мы считаем, что это то, во что женщина прячет свои руки. Например, перчатка или муфта. А теперь, внимание, правильный ответ. Что позволяет дамам проявлять свое кокетство, кавалерам свою лихость? Откроем черный ящик. Сейчас же Новый год. Бутылка шампанского. Надевать намордник или затыкать рот? По-французски мюзле. Именно оно в руках у моего помощника. Вот эта вот проволочная штучка. Затыкать рот или надевать намордник. Итак, счет становится 5-5. Я прошу передать Ирине Шибановой 10 миллионов. Ирина, на что вы потратите эти деньги? А нацисты ничего не понимают. Ирина, что будет куплено на эти деньги, заработанные вашим интеллектом? Конечно, бутылка шампанского. Бутылка шампанского. Счет 5-5. Следующий раунд. Счет 5-5. И сейчас вопрос станет решающим. Потому что игра идет... 2,5 миллиона красная. Полмиллиона красная. 2,5. 2,5 взяли на красное поле. Внимание, я прошу тишину. 2,5 ставка сыграла. Счет 5-5. 2,5 ставка сыграла. На кону у нас сейчас 25 миллионов. 25 миллионов. И сейчас последний вопрос. Играет член президиума Армянской ассоциации «Что, где, когда» учитель Марк Григорян. Марк. Мне сказали, Марк, что еще ваша бабушка задала, прислала в клуб вопрос. Давно-давно. Так это или нет? Не бабушка, а тетя. Тетя. Это разные вещи. Может быть, вы подскажете, на какую тему был вопрос? Может быть, вам еще и ключ от квартиры? Не удалось спровоцировать вас. А ведь так хотелось. Тогда другой вопрос. Косоверин Григорян, что по-вашему в жизни не подлежит сомнению? Что для вас лично не подлежит сомнению? Труд. Труд. Внимание, вопрос. Однажды он спросил себя, что верно, и сам ответил, смерть одна. И это не прославило его. Другой, самый прославленный его вопрос. Задайте вы нам. И сами же ответьте на него. Повторяю. Однажды он спросил себя, что верно. И сам ответил, смерть одна. И это не прославило ему. Другой, самый прославленный его вопрос. Задайте сейчас вы нам, через минуту. И сами же ответьте на него. Время. Самый прославленный... Быть или не быть, что ли? Это не Гамлет. О, Гамлет. Я согласен. Это Гамлет или нет? А ответить на него? Быть или не быть, вот что вопрос? Нет, так он задал вопрос, и все. Слушай, ребят, а что-то другое? Может, любовь? А может, про сомнение что-то? Нет, нет. Еще раз. Может быть, Сократ, я знаю, что я знаю. Я знаю, что я ничего не знаю. Нет, это не вопрос. Я знаю только то, что я ничего не знаю. А что это? Что верно? Отверждение. Что есть истина? Ну нет, ответа опять. Смерть одна. С Сократов хорошо. А какие вопросы? Там был вопрос, что я знаю, или был только ответ. У Сократа вопросов практически нет. Это ответа. Вопросов нет. Что там было? Так сам вопрос на вопрос. Какие вообще вопросы прославишься? Что делать? Как быть? Кто виноват? Ответ есть на вопрос быть или не быть? Если мы отвечаем, значит быть. Если не отвечаем, значит не быть. Ответ Знадаков на последний, решающий вопрос. Что не подлежит сомнению? Мы можем попросить помощь Клуба? Нет, не можете. Хорошо, Макс. Итак, какой прославленный вопрос он задал сам себе и сам же ответил на него. Мы решили, что это был Сократ. Вопрос был, что я знаю, и ответ, я знаю, что я ничего не знаю. А теперь, внимание, правильный ответ. Что верно? Смерть одна, как берег моря, суеты она. Прекрасный вопрос, потрясающий. Но прежде он спрашивает. Игра. Потрясающий вопрос. Потрясающая победа. Победа сборной команды телезрителей. Счет 6-5. Пользу телезрителей. Телезрители доказали, что в элитарном клубе пока еще нет равной им команды. Вот имена телезрителей-победителей. Людмила Канахина. Людмила Канахина. Вопрос о татуировках. Юрий Володин. Вопрос о Лермонтове. Ольга Овечкина. Вопрос о выживании. Илья Лихачев. О китайцах вопрос. Ирина Шибанова. Вопрос о шампанском. Новый год. И Марк Григориан. Воскнув шестое очко. Вопрос о пиковой даме. А у телезрителей сегодня 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей. Ни одна команда клуба не зарабатывала такого огромного индекса интеллекта. Классная команда. Она поедет в кругосветное путешествие. Поздравляю с блестящей победой. И напоминаю, что ровно через минуту состоится торжественное награждение лучшей команды и лучшего игрока что, где, когда. Финальная игра закончена. Спасибо вам всем. Внимание. Почетное звание лучшей команды за все 20 лет существования элитарного клуба присуждается сборной команде телезрителей. Каждый победивший игрок этой команды награждается призом «Хрустальная сова» и сертификатом кругосветного путешествия от Томаса Кука и фирмы «Америком». Прошу вас! Прошу вас! Идите и владейте! Прошу вас! Это все ваше! Прошу вас! Давайте посмотрим на салют. Так, а теперь ваше решающее слово Красиво, да? Друсь или поташок? Друсь Решающее слово Друсь, друсь Решающее слово Друсь или поташок? Друсь Подумай. Друзь. Друзь, Владимир Ян. Никогда. Женщины Франции никогда не подважны. Внимание. Почетное звание Магистра игры что, где, когда С вручением большой хрустальной совы И ордена бриллиантовая звезда От фирмы Золотой дом Присуждается лучшему игроку За все 20 лет существования элитарного клуба Александру Друзё Берите и владейте АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, Что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой, Твоя любовь. Фиват, король, фиват, фиват, король. Фиват, король, фиват, фиват, король. Ты был, ты был самим собой. Фиват, король, фиват, фиват, король. Фиват, король, фиват, фиват, король. Фиват, фиват моя любовь. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, уважаемая публика. Дай Бог вам здоровья и счастья в новом году. А я хочу поздравить всех тех, кто эти 20 лет в игру с той стороны. Это не только Владимир Яковлевич Ворошилов. Это Наталья Ивановна Стеценко. Это Валя Андреева. Я хочу всех их благодарить за классную игру. И вот когда зашла звезда в телеигры, что, где, когда, что, где, когда. И двадцать лет ведем мы спор, ища ответ, ища ответ. Пиват, что, где, когда, пиват, игра, пиват, ее король. Без пушек, без солдат он покорил сердца своей игрой. И всех нас покорил он в те годы, что был самим собой. И не было игрок, что, где, когда с забавою пустой. Пиват, что, где, когда, пиват, игра, пиват, что, где, когда, пиват, игра, пиват, что, где, когда. Виват, что где когда, Виват игра, Виват, что где когда, Виват игра, Виват, виват ее король. И под флагом знатоков В том королевстве шумно Стало меньше дураков, Больше стало умных, И вечный спор, и жар сердец, И стал седым король-мудрец. В моей душе царит всегда Еще вопрос, что где когда, Что где когда, Виват, что где когда, Виват игра, Виват ее король. Без пушек, без солдат Он покорил сердца Своей игрой. И всех нас покорил Он в те годы, Что был самим собой, И не была игра, Что где когда, За вовою пустой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok